Всем привет! Меня зовут Светлана Дейнека. А я Елена Кермич. Здравствуйте! У нас в студии гости. Спикер городского собрания Александр Степанов и общественник Вячеслав Биркарьянц. Добрый день! Здравствуйте! В новом подкасте от Код Ньюс размышляем, почему коррупция в нашей стране пустила корни не только в высшем эшелоне власти и бизнеса. Об этом мы знаем из масштабных коррупционных разоблачений. Нам часто об этом рассказывают центральные каналы. Там крутятся большие деньги, соблазн великий вроде как объяснимо. Но что мы наблюдаем? Коррупция благополучно добралась и до уровня провинциальных городов и районов и прочно закрепилась здесь. Сегодня тема. Откуда деньги, ЗИН? Ну что ж, надо признаться, меня удивило недавнее заявление секретаря Совбеза Николая Патрушева, который публично признал, что реализация национальных проектов в нашей стране повсеместно, обратите внимание, повсеместно сталкивается с коррупционными проявлениями. Сигналы поступают со всех уголков страны. Так может быть справедливое утверждение, что коррупция – это как машинное масло, что без маски не поедешь? Вот этот вопрос у меня первый к нашим гостям. Александр Юрьевич, давайте вы. Ну, я хочу сказать, что тема, во-первых, не нова. И вопрос коррупции, во всяком случае, в нашем российском государстве, он стоял всегда. Это многовековая история о коррупции, которая, значит, у нас складывалась. Что касается последнего времени, то я хочу сказать, к сожалению, она не стала меньше. Наверное, ее стало больше? Ее стало, безусловно, больше. И есть, в общем-то, анализ в мировом масштабе коррупции, как она развивается вообще в других странах. В этом отношении Россия очень далеко позади. Мы занимаем 137 место из 180 вместе с такими странами, как Конго и Гвинея-Бесау. Если мы посмотрим вверх списка, какие страны имеют наименьший процент коррупции, это Германия, Швеция, Швейцария, Дания, Финляндия. Если мы возьмем бывшие республики Советского Союза, получается такая картина. Впереди России идут страны Прибалтики, Азербайджан, Армения, Грузия, Молдавия, Белоруссия и даже Украина. Возникает вопрос, а что же после нас в плане коррупции? А после нас Узбекистан, Таджикистан. Вот где мы находимся. Это, в общем-то, очень печально для нас. А почему мы так скатились? Почему так скатились? Вопрос интересный. Если мы вернемся опять к тому, что сказал Патрушев, он сказал умные и правильные вещи в отношении федеральных проектов, федеральных программ. Но я считаю, коррупция возникает там, где нет прозрачности, четкости и ясности для того, чтобы осуществлять деятельность. Я думаю, что исполнение этих программ очень непростое. Возьмем даже закон 144-й о закупках. Ведь там очень сложно делать это без коррупционной составляющей. Ну все знают, что 44-й закон, по нему для какого-то конкретной компании составляются условия аукциона, правильно? Совершенно верно. И выиграть может только эта конкретная компания, которая потом возвращает определенный процент от полученного контракта заказчику. То есть, по сути, это аукцион, казалось бы, но на самом деле его результат абсолютно предсказуемый. Совершенно верно. И когда видишь, что одна и та же фирма постоянно выигрывает одни и те же контракты, безусловно, возникает вопрос, нет ли здесь заинтересованности. Как от этого избавиться? Ну, одномоментно от этого, безусловно, не избавиться. Стремиться к этому надо. Она всегда была у нас, да. То есть, всегда она в советское время была, но не в таких масштабах, потому что нельзя было кичиться богатством и прочее безнаказанного. То есть, если у человека что-то появлялось, и к нему было внимание особенного, тогда привлекались какие-то внешние, и его в рамки в какие-то... Вот. Не было смысла в таких количествах. Сейчас позволительно, то есть, сверху уже эта система позволяет воровать безнаказанно, воровать, грабить фактически, а в 90-е убивать можно было безнаказанно. Вот. И Патрушев Америки-то не открыл. Самое, что интересно, мы сейчас говорим о том, что всем и так все ясно. Вот сейчас, может, даже зрителям, фу, извините, слушателям, может, не так интересно слушать, а не так все это слышат уже много раз. А зачем золотые унитазы людям? Объясните мне, я не могу понять. Это что-то с головой происходит, когда большое количество вам здесь в эту комнату, сейчас она здесь такая среднего размера, набит деньгами, что произойдет у вас с головой? Да, и скажут, это все ваше. Я думаю, что немногие смогут вот этому противостоять соблазну. Я не уверен даже в себе. Возможно, что со мной что-то произойдет, и я начну. Вот. Единственное средство – это, во-первых, ротация, как было объявлено. У нас многие, кстати, вещи были заявлены, и мы на них, вот, наконец-то, наконец-то. А оно у нас не работает, потому что русские, ну, в смысле, я всех называю русскими, да, россияне, мы приспосабливаемся к этому, приспособились к этой вот системе аукционов, да, когда заявляют аукцион, и мы думали, ну вот аукцион теперь точно никто не прокатит, не пройдет. Научились и через это проходить, научились подставные какие-то дела, вот. Ну и действительно безнаказанность – это главная проблема у нас. Даже не само наказание жесткое, как в Китае, да, отрезать, убивать и прочее. Можно до таких крайних мер, но безнаказанно, чтобы не проходило, и чтобы наказание было соответствующее. Ну, вот, как у нас заявляют, да, на сто тысяч ты взял взятку, и там, сколько, в десятки раз, по-моему, заплати, вот, у нас даже к этому не могут прийти, то есть люди… Но, тем не менее, обратите внимание, у нас бывают часто громкие коррупционные скандалы, и даже посадки. Другой момент, что они справедливые, несправедливые, но как-то это предъявляют населению, государство пытается бороться. Это как оружие, они научились это использовать. Почему остальные не воспринимают это всерьез? А потому что это все делается, я говорю, это как инструмент, это инструмент для того, чтобы свои какие-то моменты, у них же там тоже наверху не все так гладко, они же как в семье в такой, как соседи не очень хорошие, они не всегда дружат между собой, и когда один кто-то там переходит другому дорогу, они это используют как в личных интересах. У нас везде административный ресурс используется в личных интересах, вот основная эта проблема. И, к сожалению, никого за это не наказывают. Ну, вот такая проблема. А почему не наказывают? Я говорю, это показательно. Да, сейчас стали наказывать больше, но при этом и количество таких преступлений, оно тоже увеличилось. И у меня, соответственно, вопрос тоже. То есть мы перестали просто бояться, что настолько мы бесстрашные, что нас это не коснется. Или наоборот, второй момент, что пусть меня накажут, но у меня есть такой золотой парашют за моими плечами, что через 20 лет я там выйду, да, или через сколько-то. Но и я на всю свою жизнь, и мои дети, и внуки, они будут обеспечены. А вдруг еще ведь и пронесет, как Вячеслав Сталинский. А может, и пронесет. То есть что руководит этим людьми? Во-первых, они тоже думают, ну я самый умный, и я знаю, что если я планку не перейду, я же в системе, я все время кому-то там, они же только воруют на себя, они же отстегивают наверх. У нас же такая составляет вертикаль власти, так называемой, в возвращенной форме, абсолютно такое понятие, ну все абсолютно с ног на голову перевернуто у нас. И он когда здесь берет, когда отстегивает наверх, он думает, ну я все, я себя застраховал, и мне это минует, чаша, да. Но если, не дай бог, такой, как товарищ у нас, крыша уходит по какой-то причине, то ты остаешься без своей вот этой самой крыши, ты остаешься наедине, голый такой, да. И человек такой стоит растерян, а что дальше-то будет? Новую крышу ищет, я так думаю. Да, он, да, вот ищет крышу на самом деле, пытается более аккуратно теперь действовать, ну и в этом плане. А вот то, что вы говорите, вот эти вот наказания, да, действительно на самом деле так и есть. Он думает, ну у меня же там есть миллиардик-два, да, подумаешь по пять лет, во-первых, дольше пяти лет, по-моему, никто не сидит у нас, да, по самому, вагонами там воруй, полстраны там сжигай, ничего тебе за это не будет особо. Я два изречения хочу привести. Одно такое. Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что казнями можно регулировать цены или отучить от взяточничества. Одна мысль. Это когда и сколько лет? Это Владимир Короленко. И пример как раз Китая говорит о том, что не извести. Ограничить можно, но не извести окончательно. А вторая вот такая. Взятка уничтожает преграды и сокращает расстояние. Она делает сердце чиновника доступным для обывательских невзгод. Как вы думаете, кто? Михаил Салтыков-Щедрин. То есть сколько лет этой мысли? Вот. Если опять перенесемся в наше время, я хочу сказать, что и наш президент по этому поводу высказался. У него есть такое высказывание. Нет такой таблетки от коррупции. Раз проглотил, и вы здоровы. Действительно нет такой таблетки от коррупции. Почему же у нас не прекращается? Да, действительно идут громкие процессы время от времени, точечные, я бы сказал, потому что они бессистемны. И такой постоянной, кропотливой работы не просматривается. Вот. И я считаю, что, видя все это и понимая, что происходит в верхнем эшелоне власти, мы можем сказать, что вообще у верхнего эшелона власти нашего нет политической воли. Это извести. Значит, это кому-то выгодно. Значит, есть политическая воля, это сохранить. Совершенно верно. По логике. Награбленная. Вот масштаб коррупции, он такой системный, такой огромный, что я не знаю, как его побороть. Его невозможно, как говорят, политическая воля нужна. Ее не будет, потому что она, это ее нет уже этой воли. Она ушла из-за того, что вот это количество денег, огромное количество денег. Сначала были комнаты, набитые деньгами, потом они уже не комнатами меряют, а уже, наверное, я не знаю, островами. Я не знаю, как они, да. Они уже начинают делить страну, там, ты возьми здесь, я имею в виду пример с Китаем, да, как ты это возьми, только веди себя так, как надо и прочее. Это уже на уровне самых высших эшелонов. А внизу у нас, да, они под эту систему подстраиваются. И самое что интересное, если ты не будешь воровать, то есть, если ты будешь честным чиновником, тебя сгнобят очень быстро. То есть, ты не проживешь буквально вот несколько месяцев на этом посту. Даже самые чистые и искренние, которые приходят сюда, им показывают, что ты, товарищ, ты неправильно делаешь, вот давай, ты делай свои какие-то вот моменты полезные для населения, но не забывай про тех, которые наверху, им нужно там отстегивать. И он вынужден в эту систему входить. К сожалению, так оно и есть, мы все это понимаем. Вот смотрите, мы говорили о том, что наверху действительно, да, в Москве крутятся большие деньги. И там вошел в систему, и все заработало, большие капиталы. Но что мы наблюдаем в начале, я уже говорила, да, что это все опускается не только в регионы, это опускается на места. И достаточно небогатые территории вдруг тоже сталкиваются с тем, что руководство коррумпировано, что приобретаются квартиры, загородные дома, какая-то недвижимость за рубежом, что есть возможность на достаточно скромную зарплату чиновника ездить семьей по два-три раза в год за границу. То есть это же все проходит на глазах у людей. Откуда деньги, ЗИН? Основной вопрос, откуда на это деньги? Мы знаем, что потоки денежные в город, они увеличились. Но появилась и возможность, тут я не буду говорить и показывать пальцем, извините, моим предположением только, я могу предполагать, что из этого повышенного потока, возможно, какое-то отделение потока, как у нас принято, откаты, да, так называемые, они там уже запрограммированы в Москве. Когда тебе выделяют деньги, я работал в Москве, я знаю, как это делается. То есть берут, дают тебе дом. Чем дороже дом, тем выгоднее чиновнику. Вот нету такого, что этот дом будет очень дешевый, экономический. Нет, это неинтересно чиновнику. Чем дороже, тем лучше, потому что половина сразу уходит на откат. Вот из той половины ты, пожалуйста, строй, а там уже они продолжают все пилить. У нас примерно то же самое. Тебе дают городу, тебя программируют в эту систему, ты обязан, если ты не будешь этот поток выделять, этот шланг в сторону, да, то тебе в следующий раз либо откажут, либо тебя просто с поста снимут. Я так предполагаю, еще раз говорю. Я думаю, что отсюда и деньги. Ну, понятно, что когда чиновник внизу отстегивает наверх, то и про себя не забывает, иначе бы это не работало. И чем больше этот поток, тем больше к себе притекает. Вот эта система, она, к сожалению, будет работать всегда, пока ее не поменять. То есть, смотрите, получается, ну, небольшая сельская территория, да, нет больших бюджетных поступлений, нет инвестпроектов, то, в принципе, чиновники изначально минимально коррумпировались. У них нет финансовых возможностей. То есть у них просто возможности, не желания, а возможности. Желание есть у всех. Ну, я немножко с другой стороны хочу посмотреть на эту проблему. Поэтому я считаю, что проблема коррупции, это проблема все-таки нравственная. Она зависит от того, какое воспитание получил тот или иной человек. И даже в любой администрации, я думаю, что можно найти людей, которые могут сказать словами того же Верещагина, помните, я мзду не беру, мне задержава обидно, вот, из этой серии. Поэтому это проблема нравственная, проблема воспитания каждого. И поэтому, кто ведь как учился, кто на что учился, кто как воспитывался. Поэтому, если сейчас говорят, что, допустим, золотые унитазы и там в ведрах можно носить драгоценности, как Васильева это делала там и так далее, вот, это говорит о том, что у человека пусто внутри, и он пытается чем-то это заполнить, все равно чем. Ну, в данном случае вот этим. То есть, Вы хотите сейчас сказать Вячеславу, да, что не каждый человек, попадая в эту систему, может сломаться? Что кто-то может все-таки противостоять? Я хочу сказать, что противостоять можно, но это очень тяжело. Мы как раз когда говорили про размер этих потоков. Ведь можно взять чуть-чуть, забрать, так скажем, да, чуть-чуть, а большинство отправить в город. А можно взять много и чуть-чуть отправить в город. То есть, вот это грань, как раз, да, нравственная, сколько взять? Да, вот тут уже действительно нравственная составляющая работы. Как интересно. А можно забрать все и ничего, да. Вот, как третий вариант, конечно, самый плохой. Мы понимаем, что, например, горбатый мост, который городу вообще не нужен совершенно, как бы, ну, совсем, да, слово, абсолютно не нужен. Причем на таком месте, где дышать воздухом невозможно, скамеечки ставить и облагораживать эту территорию, совершенно бесполезная трата денег, причем огромных. То, что там было озвучено 45 миллионов, оказалось 160 миллионов, да, на самом деле. Куда деньги переводят? Хотя можно было за 50, Александр Юрьевич не даст солгать, можно было за 50 этот мост привести в порядок, который бы... Это об этом специалисты, я просто не специалист, но специалисты говорят. Укрепить мост и сделать его, не прерывая поток железнодорожный, можно было укрепить столбы и сделать, и машинки бы катались. Не проблема. Но вот, к сожалению, вот такой путь не устраивает кое-кого. А может быть, Вячеслав, вам бы сейчас Алексей Алексеевич Норицын возразил, который очень сильно нянчился с этим мостом и переживал. Он считал, что нет, невозможно его отремонтировать. Я на стройке не первый день, знаете, я строил монолитные дома и прочее в Москве, я знаю прекрасно, как это устроено. Привести мост в порядок, 50 миллионов, да я бы за десятку его привел в порядок, еще бы себе много денег отложилось. Вот, поэтому говорить о том, что его нельзя привести в порядок, это, мягко говоря, неправда. Введение в заблуждение. Да, я считаю, что это не так. Надо независимую экспертизу провести, я думаю, мы к этому придем. Обязательно назовем, пусть на народные деньги, но экспертизу мы эту проведем. Не ручная экспертиза будет, а настоящая независимая. А вы знаете, к чему сейчас мы приходим? Вот то, о чем мы говорим, то, что происходит, это ведь видят и очень тонко чувствуют дети, подростки, молодежь. Что сегодня создается? Создается культ чиновника. Человек, который попадает на чиновничью должность, в любую госструктуру, госорган, он сразу, ну, считай, жизнь удалась. То есть, сегодня для детей при профориентации очень многие профессии отступили на задний план. Карьера чиновничья, да? Именно госуправление, муниципальная служба и так далее. То есть, дети, зная, что, если что, все будет хорошо, они туда заходят. Это еще не самый плохой вариант, я вам скажу. Ну, понимаете, мы выращиваем сегодня поколение новых чиновников, уже заточенных на коррупцию. Я права? Мы выращиваем детей, заточенных на уезд из страны. Вот в чем проблема-то. У меня дочка об этом открыто заявляет. Я говорю, как же так? Неужели? Ты же видишь, мы-то боремся. Нет, я отсюда уеду. Что здесь делать? Она понимает, безвыходная-то ситуация. Она уже достаточно взрослана видит это. Выхода нету. При такой системе выхода нет. Молодежь отсюда валит. Александр Юрьевич, вот по нашему городу, что вы скажете? Вот конкретно подпринимателям, например, да? Почему они отсюда валят? Почему, Александр Юрьевич? Нету той среды, которая бы позволяла им здесь оставаться. По разным причинам. Может быть, нет той работы, которая бы их устраивала в том направлении деятельности, какая у них есть. Может быть, у них не сложилось с кем-то из чиновников, что не исключено. Может быть, они не попадают в тот конкурс, который проводится. Не под них. Не под них, да, в данном случае. Ну и так далее. То есть, к сожалению, за последние годы город потерял достаточно много достойных людей. Ведь уезжают не самые старые из этого города. Уезжают те, кто еще мог себя бы и здесь проявить. Состоявшиеся люди. Состоявшиеся люди. И даже не просто уезжают. Может, им нравится здесь жить. Но, по крайней мере, налоги будут платить они там. Бывает и такое. То есть, тоже не устраивает ситуация, которая складывается. Ну вот, в данном случае, на нашей территории. Для того, чтобы здесь оставаться и здесь платить налоги. Значит, что получается? Вот часто говорят, если ты не можешь поменять ситуацию, то поменяй свое отношение к этому. А еще говорят, что вот если тяжело вот где-то, чтобы ты не можешь изменить, тогда вокруг себя создаешь какой-то островок там любви, благополучия, где ты вкладываешь и удобряешь вот именно в то пространство, на которое ты можешь влиять. У нас повлиять на федеральный, на региональный уровень. Нам отсюда, конечно, чего уж говорить. Но на городском уровне здесь что-то у себя возможно изменить. Вы видите какие-то пути? Да, Александр Юрьевич. Только реальные пути. Конечно, я говорю реальные пути. Самые реальные, например, шииса. Вот оно, реальность. Когда люди не верили в это ни во что, просто достаточная активность населения. Когда население ведет себя ватно, как нас, ватниками, ватниками, я сначала думал, что за такое ругательство некрасивое. На самом деле, так оно и есть. Ну, ватно мы себя вели абсолютно инертно, нам не интересно было ничего. Они там наверху грабили, пилили и все делали, что хотели. Но пока лично нас не коснулось, хорошо появился шисть. Я всегда благодарен. Всегда благодарен Орлову за это. Блин, низкий ему поклон. Что вот он так вот смог, так как он менеджер просто высшей категории. Как он вот из этой точки сделал такой пиар международного масштаба. И нас разбудил всех. Завел просто. А мы теперь не остынем. Понимаете? Ну, всегда внимание на это. Мы понимаем, что мы можем на самом деле. И именно живое население, не дохлые мухи, вот эти сонные, а настоящие живое, которые обращают внимание, говорят. То, что голос народа все-таки услышали, это вот, ну, зарождается то народовластие, которое должно быть. Когда достаточно откровенно население имеет право выразить отношение к тому или иному событию, которое происходит, в том числе и в нашем городе. В конце концов, площадная демократия – это нормально. Это для каждой страны нормально. Да. Вы посмотрите, что в Америке творится. Я не призываю громить там ничего. Да. Какие у нас тут… Не походят же на площадь кидать камни в окна. Конечно. Ну, почему не выслушать людей, не дать им возможность сказать. Страх. И поговорить, и услышать. Ведь, ну, не так страшно, действительно. А, возможно, что-то можно поменять. Можно сделать, может, вот такой шаг и абсолютно изменить ситуацию. Да. Это обратная связь, которая, безусловно, нужна. Потому что, если нет обратной связи, общения с населением, можно зайти совершенно в такие дебри. И полностью разойтись с тем населением, которое в этом городе есть – это неправильно. Вот. Потому что местное самоуправление, оно, почему и называется местное самоуправление, оно должно учитывать мнение того населения, которое находится на этой территории. Говорят люди, воруй меньше. Уж ладно, нельзя совсем не воровать. Воруй меньше, надо прислушаться и предпринять к этому какие-то действия. Правильно? Сам себя человек вряд ли сможет ограничить. Только из-за страха наказания. Тогда да, тогда это будет работать. Неотвратимость наказания. И плюс народный контроль. Субтитры сделал DimaTorzok